Друзья, всем привет! Это обещанный материал от Секретного инсайдера о тайном мире духов и запахов различных. Древние жрецы, иерафанты, давно поняли, что на людей можно очень эффективно влиять при помощи музыки, запахов и различных образов, которые влияют, попадают напрямую в наше подсознание. Ну, например, почему богослужения всегда сопровождаются какими-нибудь песнопениями, особенно в христианской традиции, вот у католиков, например, там музыка у них играет органная. Это потому, что музыка напрямую попадает и влияет на подсознание так же, как это делают и запахи. Тут, кстати, один важный момент, о котором я, например, не знал. Правильно говорить, слышать запахи. И вот когда ваш дух перестает слышать запахи, это очень нехороший знак, который говорит о том, что вы скоро умрете. Это, конечно же, не связано с потерей обоняния во время респираторных заболеваний или каких-то естественных причин, там, понусу вам дали или что-нибудь в этом роде. Речь идет о том моменте, когда вы перестаете запахи слышать кардинально. Таким образом, дух сообщает всем органам тела и мозгу, в частности, что наступает критический момент невозврата. Это просто можете взять на заметку. Ну и вот иерофанты, жрецы, они уловили вот эти вот особенности, связанные с запахом. И приписывают это Египту и созданию парфюмерии, в частности. Но на самом деле эти знания идут еще из Атлантиды. Дело в том, что Египет уже в то время существовал и являлся колонией Атлантиды. Поэтому все знания перекочевали туда как раз. И имея вот эти знания о том, что при помощи запахов можно вызвать волнение, какую-то тревогу, так же, впрочем, как и блаженство и удовлетворение. Далее, когда иерофанты вместе с евреями выходили из Египта, они эти знания перенесли, соответственно, с собой. И первое место, где они расселялись, это была Италия, Генуя, Венеция. Места, где и начала развиваться парфюмерия уже в наше время. Это короткое вступление. Сейчас пойдет основной материал. Но я вас также заранее предупреждаю. Во-первых, слушайте внимательно, не скучайте. В конце будет пара советов от секретного инсайдера о том, какие духи выбрать женщинам в преддверии как раз новогодних праздников. Ну, и я тоже там техническим одним моментом поделюсь. И это только первая часть, будет еще часть вторая по поводу туалетной воды, в чем разница, там парфюмерная вода, духи, как их правильно применять. И третья часть будет по косметике, уход за телом и так далее. Ну, и теперь к основному материалу. История парфюмерии. Духи – мощный инструмент для выражения нашей индивидуальности, построения собственного образа и взаимодействия с другими. Ароматы, по сути, сопровождают нас в повседневной жизни и что-то рассказывают о нас, пробуждая воспоминания и чувства. Истоки парфюмерии. История парфюмерии определенно не недавняя. Происхождение духов обычно приписывают древним египтянам. Они использовали ароматы для празднования молитв и религиозных церемоний, сжигая эфирные масла, смолу и ароматизированной мази. У этой практики было несколько функций. Во-первых, сожжение масла и мази были необходимы для обеспечения защиты и милосердия божеств. Кроме того, ароматы также использовались для передачи посланий и молитв мертвым, для очищения тела и проведения церемоний бальзамирования. Со временем запахи стали не только священными аспектами, но и были введены в повседневную гигиену. Уже во времена Древнего Египта велась интенсивная торговля специями, ароматизаторами и смолами, которые были в изобилии в Египте, но также импортировались из далеких стран, таких как Ближний Восток, Аравия и земли индейцев. Из этих магазинов были импортированы ценные породы дерева, душистые смолы, мирра и ладан, которые составляли некоторые из основных ингредиентов ароматов того времени. Сакральная функция аромата не теряется во времени, а продолжается вместе со светской на протяжении многих веков. Книга «Исход» дает драгоценное свидетельство использования духов в качестве священных приношений в иудейской религии. То же поклонение волхвов, о котором говорится в Библии, демонстрирует важность жеста приношения священных сущностей, таких как ладан и мира. Кроме того, духи использовали в религиозных обрядах для очищения тела и как настоящее косметическое средство. Мази, вода и ароматные масла были получены путем медленного процесса мацерации и экстракции эссенций из ароматических растений, древесины и смол. Во времена древних греков аромат оставляет свои религиозные ритуалы и начинает сопровождать повседневную жизнь простых людей. Продолжая сопровождать священные ритуалы и ключевые моменты, такие как рождение ребенка, свадьбы и похороны, духи теперь также вводят в мирскую сферу. Он связан с мифом о красоте и уходе за телом, и именно в этом смысле он начинает играть фундаментальную роль в повседневной жизни. Экспедиции на восток через торговлю пряностями позволяют открывать новые экзотические и драгоценные материалы, способствуя интенсивной торговле духами во всем мире, известном тогда. Римляне собрали восточное и иллиническое наследствия и продолжают связывать ароматы как сакральной, так и с мирской сферой. В Риме, благодаря непрерывным завоеваниям и экспедициям, они начинают ощущать влияние различных культур и обычаев, которые постепенно ассимилируются. У этрусков, например, появилась привычка сжигать эссенции в специальных контейнерах или кадильницах, чтобы распространять аромат во время игр, танцев и погребальных обрядов. Именно в римском доме ароматы начинают сопровождать ежедневные праздничные мероприятия и банкеты. Но даже вне личного контекста доступ к римским баням позволял любому мыть и наносить ароматные масла и мази. Одно из самых важных нововведений, приписываемых римлянам, использование выдувных стеклянных емкостей для духов. Этот материал не имеет запаха и ему легко придать форму. Поэтому очки, например, могут быть разных форм и цветов и идеально подходят для хранения первых косметических средств и ароматических масел. Духи продолжают играть ключевую роль и в восточной культуре, благодаря взаимному влиянию западных достижений и арабских научных знаний. В частности, у арабов принято использовать ароматы для личного пользования, для сопровождения ритуалов очищения или в качестве освежителя воздуха. Арабы также являются изобретателями перегонных кубов и ответственны за распространение по Европе древнего искусства дистилляции. Из этой особенной ароматной страны поступают многие эфирные масла. Самым распространенным маслом была розовая вода, которую использовали для ароматизации дома и для очищения людей в религиозных местах, а также для приготовления еды и питья. Открытие в области химии и алхимии позволили арабам экспортировать ценное сырье по всему миру и таким образом контролировать парфюмерию и торговлю парфюмерией на протяжении многих веков. История парфюмерии касается и Дальнего Востока. Из этих земель, которые долгое время были неизвестны западным цивилизациям и обладали экзотическим и таинственным очарованием, черпают ароматы, специи, шелк и другие драгоценности. В китайской культуре ценились те, кто источает хороший аромат, поэтому обычно применяли приятные духи, такие как пачули и так называемая китайская фиалка. Или проводная телосма, обладающая интенсивным и очень расслабляющим ароматом. В Японии самыми популярными ароматами были камелия, цветущая вишня и ладан, которые также использовались в западной культуре для сопровождения священных ритуалов. Вокруг этих ароматов японская культура разработала сложные ритуалы и традиции, такие как чайные церемонии и благовония или кох-до. Между тем, на Западе, после падения Римской империи в V веке н.э. и начала варварских нашествий, часть научных знаний, полученных в предыдущие века, была утеряна. Благодаря интенсивной торговле с Востоком, история парфюмерии продолжается на протяжении мрачных веков в начале Средневековья. Благовония продолжают использоваться даже вне священных ритуалов католицизма, а ароматы обмениваются между элитами как драгоценные дары. В результате крестовых походов торговля духами снова стала процветать с Востока на Запад, а торговля драгоценными товарами в Европе в основном идет из Венеции. Цветы, ароматические растения и эфирные масла использовались для ароматизации воды для ванны и воды для мытья рук перед едой. Особенно в столовых были водные бассейны с лепестками роз или фиалок, а также для настаивания использовались шалфей, ромашка или розмарин. Дамы из высшего сословия носили эссенции лаванды и фиалки или прятали ароматные мешочки под одеждой. Еще одним очень популярным приспособлением был помандер – небольшой металлический контейнер, подвешенный к шее, который распространял натуральные ароматы, такие как мускатный орех и лаванда. В то время это были очень распространенные предметы для любых социальных слоев. Они использовались в основном для того, чтобы скрыть плохую гигиену, а также потому, что они имели предполагаемую силу сдерживать чуму, которая пришла в Европу в XIV веке. С той же терапевтической целью внутри домов использовались дезинфицирующие средства и ароматизаторы – горящий лавр или розмарин. Изобретение дистилляции позволяло заменить масло спиртом в качестве носителя духов. Продуктами этой новой эры алкогольных духов были в основном вода с ароматом розы или апельсина. Духи в западных культурах. В эпоху Возрождения парфюмерное искусство пережило огромный прогресс благодаря углубленным знаниям в области химии и совершенствованию методов дистилляции. Эссенции и ароматизированная вода использовались как лекарства от некоторых болезней. Но их основная цель заключалась в ароматизации тела, окружающей среды, а также кожаных аксессуаров, таких как перчатки и ремни. Открытие нового света и пути Индии принесло в Европу ваниль, какао, корицу и имбирь. Эти драгоценные товары, помимо уже имеющихся в Средневековье, использовали испанские и итальянские парфюмеры, которые вскоре также начали переезжать во Францию. В частности, итальянские парфюмеры распространили во Франции тренд личных ароматов. Тем временем в Венеции процветала торговля драгоценными специями и ароматами, что вскоре сделало Италию ведущим местом для продажи роскошных духов. Сообщается, что в конце 1600 года торговец Джованни Паоло Феминис изобрел акваморабелис – питьевую воду, которая, как считается, может исцелить от любых болезней. Вот, кстати, откуда пошла мода на питье одеколонов. Я думаю, не так много найдется людей, которые в своей жизни, ну, мужчины, я имею в виду, конечно же, не пробовали пить одеколон. Оказывается, одеколон там или огуречный лосьон, оказывается, есть глубокие корни у этого явления. Переехав в Кёльн, он начал производить и продавать этот знаменитый парфюм, основанный на более чем 20 различных ароматах, эссенции с названием «Кёльнская вода». Спустя некоторое время этот продукт начал распространяться во Франции и по всей Европе под названием «Одеколон» и использовался как тонизирующее средство и духи. В 1700 году во Франции производство парфюмерных кожаных аксессуаров, таких как обувь, перчатки и ремни, было растущим бизнесом. Больше всего ценились эссенции розового, клубневого и жасминового оттенков. В эту эпоху рождается новое восприятие запаха, более нежное и естественное. Люди стали больше относиться к гигиене. Эту тенденцию легко найти как в создании комнат, предназначенных для туалетов и ванных комнат, так и в общем предпочтении тонких и изысканных цветочных ароматов, таких как те, что производятся в Грассе и по всей Франции. Люди начали сосредотачиваться на соблазнении и показухе, что привело к росту элегантных стеклянных флаконов для духов, коробок конфет, причудливых помандеров и папури для распространения духов. Наконец, изобретение искусственной соды позволило значительно улучшить качество твердого мыла. Эти парфюмерные продукты изготавливались путем химической реакции натуральной соды и оливкового масла и проводились в крупных средиземноморских портах, таких как Генуэ, Савона, Венеция и Марсель. В 1800 году торговля итальянскими ароматами, которая до этого была ограничена парикмахерскими, проходила через несколько крупных парфюмерных магазинов, таких как Бартелли в Милане, Пагелерии в Александрии и Паглиссии Монара в Палермо. В начале XIX века, после Французской революции, французское общество посвятило себя необузданной роскоши, которая сделала Париж международной столицей моды. Благодаря либерализации торговли начался очень прибыльный период производства духов, любимых как императорами, так и простыми людьми. В истории парфюмерии появляются имена бутиков и парфюмерных домов, все еще известных сегодня, таких как Герлен, Буржуа, Рожеры, Галет и Малинар, которые часто были поставщиками лично королевских особ и императоров. Кроме того, химические открытия приводят к синтезу определенных молекул духов, которые позволяют создавать инновационные и высококачественные ароматы. Интенсивные и чувственные ароматы были основаны на мускусе, пачуле или гелиотропе, в то время как цветочные воды на основе розы, жасмина или ливии были более нежными. Более того, крупные бренды начали создавать косметические линии для театров и женских туалетов. Современная парфюмерия Современная парфюмерия зародилась в 20 веке, и в ней преобладали синтетические эссенции, придающие ароматам уникальные нотки, и изобретение альдегидных ароматов, таких как знаменитый Шанель номер 5 в Европе. Как и в Америке, ароматы стали настоящим произведением искусства, а оригинальные творения духов от кутюрье продавались по всему миру. Самые известные ароматы той эпохи назывались вызывающими воспоминания именами, которые напоминают точные чувства, потому что сейчас важно то, что передается с ними. Появляются и первые мужские туалеты. Изначально они использовались как лосьон после бритья, но лишь позже превратились в настоящие духи. В 2000 году в истории парфюмерии появилось множество различных ароматов, которые все больше ориентировались на потребителей, пытающихся удовлетворить свои потребности. Самые известные итальянские международные стилисты начинают создавать и собственные ароматы. Успех Made in Italy, как синоним стиля и элегантности, способствует усилению влияния нашей страны на производство духов по всему миру. Но это, судя по всему, с какого-то итальянского источника. Мир парфюмерии вскоре превратится в глобальную индустрию, а не в просто производство предметов роскоши. Однако этой тенденции противостоит новый подход, направленный на возрождение давних традиций и уникальности изделий ручной работы, изготавливаемых на заказ. Такая же потребность в уникальности требуется компаниям, которые сегодня больше не могут игнорировать эмпирические и сенсорные аспекты. Вот почему бренды все больше и больше инвестируют в создание узнаваемой обонятельной идентичности. Духи зародились как выражение обряда и прерогатива элиты, но на протяжении веков постепенно демократизируются. Затем они превратились из священного элемента в роскошный аксессуар, из соблазнительного инструмента в драгоценное лечебное средство. В наши дни парфюм больше не является предметом богатых слоев населения, а сопровождает повседневную жизнь как уникальное и оригинальное выражение нашей идентичности. Что такое парфюм, EDP, EDT, EDC, Tester? В чем разница EDT и EDP? Классификация парфюмов по степени концентрации парфюмерной компании. Духи парфюм, экстракт де парфюм, имеют наибольшую массовую концентрацию эфирных масел 15-30%. Объемное содержание спирта 60-96%. Обладают самым стойким и насыщенным запахом, который сохраняется до 12 часов. До 24 часов на одежде. Выпускается в небольших флаконах объемом 5-15 мл без пульверизатора. Наносится на кожу или одежду пальцами рук или при помощи стеклянной палочки. Парфюмерная вода, EDP, EDP – самый распространенный вид парфюмерной продукции. Концентрация ароматических масел 10-15%. Объемная доля этилового спирта 70-80%. Как правило, выпускается в флаконах объемом 30-50 мл со спреем-пульверизатором. Запах сохраняется около 4-5 часов. По сравнению с духами имеет более низкую цену. Туалетная вода, EDP, EDP, характеризуется не таким насыщенным ароматом, как у духов или парфюмерной воды. Содержит 4-10% ароматических масел. Объемная доля спирта 70-75%. Чаще всего выпускается во флаконах объемом 50-100 мл. Стойкость запаха 2-3 часа. Идеально подходит для дневного использования, а также в летнее время. Для нанесения на одежду и кожу используется спрей-пульверизатор. Одеколон, Эудоколон, EDC, содержит очень низкий процент парфюмерного экстракта – 2-5%. При концентрации спирта – 60-70%. Другими словами, одеколон – это та же туалетная вода, но только с меньшим содержанием эфирных масел. Стойкость от 1 до 2 часов. Для нанесения используется спрей-пульверизатор. Освежающая вода, ЭО, Фрачи, Фрэш, содержит самый низкий процент парфюмерной композиции – 1-3%. Объемная доля этилового спирта – 30-60%. Стойкость запаха не превышает 1 часа. Как правило, это летняя или спортивная вариация уже существующего парфюма с легким цитрусовым ароматом. Дезодорант DC – удаление французской значения и Odor – запах латинское. Парфюмерно-косметические изделия, предназначенные для ослабления или устранения неприятных запахов. В отличие от дезодорантов, действие антиперспирантов направлено не на борьбу с запахом, а на уменьшение потоотделения. В их состав входят дезинфицирующие и бактерицидные добавки, уничтожающие микроорганизмы и препятствующие появлению неприятного запаха. Часто содержит утиловый спирт. Выпускаются в различных формах – спрей, аэрозоль, стик, твердая форма, ролик, шарик, гель. Тестер – демонстративный вариант духов, как правило, максимального объема 100 мл, распространяемый производителем с целью рекламы непосредственно в местах продаж. Облачен в простую упаковку из белого картона, без целлофана и оригинального колпачка. За счет этого имеет более низкую стоимость на 10-20%. Парфюмерная композиция и стойкость аромата полностью идентичны товару в оригинальной упаковке. Пробник от Левант. Оригинальный парфюм, разлитый в емкость небольшого объема, как правило, 1-10 мл. В качестве емкости обычно используется миниатюрный флакончик со спреем. Такой от Левант имеет невысокую стоимость, его удобно носить с собой и использовать для тестирования и распробования аромата, не покупая полноценный флакон. Группа ароматов. Альдегидные. В их основе лежат синтезированные химическим путем компоненты альдегиды, обеспечивающие духам оригинальный цветочный запах с пудровыми или древесными нотами. При соприкосновении с кожей запах таких ароматов усиливается. Восточные, ориентальные. Эта группа включает в себя ароматы с сильными, сладкими и пряными запахами. В основе этих парфюмов лежат восточные пряности пудра, ваниль, корица, мускус, амбра. Рекомендуется использовать в холодное время года и как вечерний парфюм. Древесные. Ароматы получены из эссенции деревьев и кустарников. Основные оттенки это сандаловое дерево, почули, розовый куст, кедр, ветивер, мирта, мускус, голубой ирис и прочие. Это терпкие запахи, в основном мужские. Зеленые. Это легкие свежие ароматы с натуральным запахом свежескошенной травы и листьев. В них доминируют фруктовые, древесные ноты сосны, гальбанума, гиацинта, чайные розы, розмарина, можжевельника, лаванды. Кожаные. Основные ноты этой группы имеют характерные ароматы натуральной кожи. Это сухие глубокие запахи табака, дыма, меда, смолы, можжевельника, янтаря. Используются только для создания мужских ароматов. Морские, океанические. Это водные ароматы с запахом свежего морского бриза. Включают в себя ноты озона, арбуза, огурца, винограда, лилии и жимовости. Среди них часто встречаются унисекс-композиции. Мускусные. Содерживают ноты мускуса, вещества животного происхождения. Запах мускуса может вызвать легкую эйфорию, обладает лечебными свойствами, придает духам стойкость. Фужерные. Основу ароматов составляют искусственное синтезированное вещество кумарин, запахом свежескошенного сена. Как правило, кумарин в таких парфюмах сочетается с нотами лаванды, бергамота, древесины, дубового мха, герани. Благодаря этому фужерные ароматы обладают пряным травяным запахом. Пряные. В этих парфюмах преобладают пряные ноты восточных пряностей. Гвоздики, имбиря, корицы, кардамона, лаванды, шалфея, розмарина, тмина, аниса, лаврового листа и перца. Фруктовые. Как следует из названия, содержат разнообразные запахи фруктов, таких как яблоко, персик, слива, арбуз, дыня, лесные ягоды. В сочетании с запахами цветов это придает композиции духов свежий и одновременно теплый шлейф. Цитрусовые. Включают в себя эфирные масла плодов цитрусовых растений, таких как лимон, лайм, апельсин, мандарин, бергамот, грейпфрукт и т.д. В большинстве своем эти ароматы отличаются особой свежестью. Цветочные. Одна из доиболее обширных и популярных категорий включает в себя преимущество женские ароматы. Основная нота это цветы, роза, жасмин, фиалка, сирень, гвоздика, лилия, нарцисс, гордения, ландыш, тубероза и т.д. Такие духи имеют особую женственность и притягательность. Шипровые. Этот тип представлен ароматами с нотами дубового мха, ладаника, лабданума, пачули, смолы, шалфея, бергамота. Им присущ светлый энергичный запах. Ноты аромата. Классические парфюмерные композиции составляют по принципу триады. Начальная нота, нота сердца и конечная нота. Эти три ноты последовательно сменяют друг друга, изменяя характер аромата. Другими словами, парфюм раскрывается. Начальная нота парфюмерной пирамиды аромата появляется сразу же после нанесения парфюма и сохраняется в чистом виде недолгое время, несколько минут. Эти ноты состоят из быстро испаряющихся парфюмерных компонентов, таких как цитрусовые или травяные ноты. Верхняя нота в составе духов очень важна, так как она создает первое впечатление о парфюме. Ноты сердца. Основа парфюма раскрывается вслед за начальной нотой, примерно через 20-30 минут после нанесения духов, и определяет тип запаха. Остаются на коже в течение нескольких часов. Это основной запах, характеризующий парфюм. Ноты сердца составляются из компонентов сравнительно медленного испарения, которые смешиваются в композиции парфюма, дополняя и оттеняя друг друга. Они могут быть самыми разнообразными. Цветочными, фруктовыми, шипровыми, фужерными, пряными, амбровыми, альдегидными, кожаными, древесными, водными, мускусными и прочее. Конечная нота, базовая нота или шлейф аромата – это ноты, которые ощущаются на завершающей стадии испарения парфюма и обеспечивают силу и стойкость запаха. Этот запах уже больше не меняется и остается таким, пока аромат полностью не исчезнет в течение 8-10 часов. Базовые ноты парфюма определяются материалами с самой низкой скоростью испарения, которые остаются на коже дольше всего. Очень часто компоненты базовых нот имеют приторный или маслянисто-сладкий запах. Сандал, ветивер, кедр, мох, почули, восточные пряности, ваниль, мускус, амбра и прочее. Однако не все духи построены по принципу триады. В некоторых ароматах раскрывается только одна или две ноты. В других ноты раскрываются не последовательно, а параллельно. В-третьих присутствует не три ноты, а большую. Для времен года существуют свои негласные правила. Весной и летом уместны звонкие, легкие, цветочные, цитрусовые, водные запахи. Они хорошо звучат в жару и не вызывают негатив у окружающих. Осень и зима – время для гурманских и винтажных парфюмов. В холоде хорошо раскрываются пудровые ароматы. Ноты ванили, карамели, какао. Ну и в завершении, дорогие друзья, кто досмотрел до конца, совет. Не сочтите за рекламу. Инсайдер говорит, мы не занимаемся рекламой каких-то определенных марок. Но есть туалет и вода, которую он может порекомендовать именно сейчас, в зиму и в качестве подарка на Новый год для женщин от 35 лет и старше. Речь идет о парфюме от Lancome, который называется La Vie Est Belle. Жизнь прекрасна, по-моему, переводится. Гурманская, но элегантная композиция разработана парфюмерами Оливье Польжем, Доминик Рапион и Ан Флиппо. Окончательная формула – результат, достигнутый после трех лет испытательного срока и пяти тысяч версий. Ирис – ключевой ингредиент парфюма, окруженный цветами апельсина и жасмином в сердце. Открытие композиции представлено фруктовыми нотами черной смородины и груши, а база теплая, гурманская и пудровая за счет миндальных нот, бобов тонко, пролины, пачули и ванили. Флакон представляет собой переработанную версию классического флакона Lancome 1949 года. Актриса Джулия Робертс – лицо компании, снятая режиссером Терсеном Синхом. Вот это «Туалетная вода». Я, дорогие друзья, тоже готовился к записи этого видео. Посмотрел фильм «Парфюмер», в частности, который я не видел, но фильм этот очень известный, немецкий кинематограф, который там получил определенные награды с таким юмором, с небольшим. Но там, кстати, раскрываются некоторые моменты, о которых, в частности, я вам сейчас поведал. Так что, кто еще не смотрел, рекомендую посмотреть. И, в частности, я побывал в парфюмерных магазинах у нас здесь, в Оренбурге, и посмотрел. Есть действительно вот такая туалетная вода Lancome La Viest Belle. Там ее три разновидности, разные флаконы. Честно сказать, это, конечно же, не самый мой любимый запах, но многим, я думаю, может понравиться. Ну, еще такой совет. Во-первых, не всегда меня пускают в парфюмерные магазины без маски. Несколько раз я сталкивался с таким. И нашел я решение для себя. Сейчас я много товаров заказываю на сайте электронного магазина Ozone. Вот эту карту, которую вы видите, кстати, тоже я как раз на Ozone заказал. И вот на Ozone есть также вот эта туалетная вода. И по цене она может быть дешевле, чем в некоторых парфюмерных магазинах. Под видео, кстати, я для вас опубликую свой промокод, по которому вы, если впервые зарегистрируетесь на этом магазине Ozone, сможете получить 300 баллов скидки, если захотите, например, купить туалетную воду или что-то еще. Пользуюсь уже несколько месяцев этим магазином Ozone. Там, в частности, я заказывал книги Игоря Шнуренко и Вадима Шигалова. Так что можете осваивать электронные магазины, пока у нас тут вводят ограничения, там всякие коды квадратные. Вот в качестве ответа вы можете, так как нас уже ограничивают посещение торговых центров, вот воспользоваться электронным магазином, таким как Ozone. Пункты выдачи товаров, их тоже уже море, можете найти от своего дома, очень даже недалеко. Но это лично совет от меня, еще и скидочку можете поймать. А вот инсайдер нам порекомендовал эту туалетную воду Lancome La Vie Est Belle. На этом первая часть закончена. До Нового года еще выйдет две части, о которых я сказал в начале. На этом у меня пока все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...